Что находится на втором месте в мире среди напитков по своей популярности? 80% продаж на всей планете приходится на черный чай. Но зеленый чай гораздо полезнее по своим свойствам. Давайте разберемся, в чем преимущество этого напитка и какую пользу он может принести организму. Но для начала давайте расскажем о зеленом чае тезисно. Он используется в китайской и индийской традиционной медицине. В нем содержится масса витаминов и антиоксидантов. Помогает нормализовать массу тела, замедляет процессы старения и улучшает состояние кожи. Содержит кофеин и может вызвать бессонницу. Отличное средство для профилактики рака и других заболеваний. Стимулирует мозговую деятельность гораздо мягче, чем это делает кофе. Отличное натуральное мочегонное средство. В 2006 году в США были проведены исследования, которые доказали, что зеленый чай помогает увеличить продолжительность жизни. Были проанализированы данные за последние 11 лет о 40 тысячах японцев в возрасте от 40 до 80 лет. Уяснилось, что если человек пил более 5 чашек зеленого чая в сутки, увеличивалась продолжительность жизни на 15-35%. А еще зеленый чай стимулирует мозговую деятельность. Этот напиток помогает стимулировать мозговую деятельность благодаря содержанию кофеина, увеличивающего концентрацию в организме дофамина. В это же время он уменьшает выработку аденозина в организме. Это способствует ускорению работы нервной системы, поднимает настроение и улучшает концентрацию. Содержание кофеина в чае гораздо ниже, чем в кофе. Но еще в нем есть эльтианин, вещество, которое стимулирует выработку дофамина и работу мозга. Поэтому эффект от зеленого чая будет гораздо мягче и безопаснее, чем от кофе. Поможет остановить процессы старения. Основные болезни, провоцирующие деменцию в пожилом возрасте, это Паркинсон и Альцгеймер. Ученые доказали, что определить возможность лечения болезни Альцгеймера можно при помощи зеленого чая. Экстракт очень полезен в лечении слабоумия у пожилых людей, но для этого требуются очень высокие для человека дозы. Биоактивные компоненты этого напитка действительно снижают риск развития этого заболевания. Чай помогает похудеть. Большинство добавок для похудения содержат зеленый чай в своем составе, так как он усиливает обмен веществ. Это происходит благодаря кофеину, который помогает нам получать энергию для жизнедеятельности и собственных жиров. Сам по себе напиток содержит всего 2,4 килокалории, поэтому 1-2 чашки без сахара вместо обычной газировки помогут вам сэкономить 50 тысяч калорий в год или около 7 килограммов веса. Уменьшает вероятность онкологических заболеваний. Зеленый чай нельзя считать лекарством от рака, но он поможет в профилактике рака легких, желудка, кожи, яичников и мочевого пузыря. Точный механизм действия чая пока не изучили, но ученые доказали пользу чая. Устраняет неприятный запах во рту. Тесты показывают, что катехины из состава зеленого чая защищают от развития стриптококковых бактерий, возникающих в полости рта. Они вызывают развитие кариеса, а зеленый чай убивает их и устраняет неприятный запах изо рта. Уменьшает риск сахарного диабета. Зеленый чай поможет стабилизировать содержание сахара и выработку инсулина в организме. Ученые доказали, что у любителей употреблять зеленый чай, риск заработать диабет второго типа ниже более чем на 40%. Очень полезен для сердца и сосудов. Из-за окисления плохого холестерина в организме образуются тромбы и сужаются сосуды. Зеленый чай уменьшает такие процессы окисления и снижает риск развития сердечно-сосудистых болезней более чем на 30%. Помогает лечить псориаз. Врачи доказали, что зеленый чай может употребляться для лечения болезней кожи, псориаза и перхоти. Под воздействием этого напитка шелушащиеся и поврежденные участки кожи гораздо быстрее восстанавливаются. Как правильно выбрать и заварить чай? Самый полезный зеленый чай – листовой. Он дешевле чая в пакетиках, но его качество гораздо выше. Определить хороший чай можно по его цвету. Он должен быть равномерным, колебаться от серебристого до темно-зеленого. Кипяток для катехинов очень вреден, поэтому чай нужно заваривать водой температурой не более 90 градусов. Лучше всего использовать родниковую воду или заваривать чай не слишком долго. Это может испортить вкус и уменьшить пользу от напитка. Маленькие порции чая можно заварить до трех раз. Чай будет вкусным и сохранит все свои полезные свойства, а хранить заварку необходимо в стеклянной или керамической посуде. Есть ли вред или противопоказания? Если вы чувствительны к кофеину, чай может спровоцировать бессонницу. При приеме антикоагулянтов зеленый чай употреблять нельзя, он может уменьшить их действия. Прием кофе или энергетиков повышает давление и нагрузку на почки, и одновременно с зеленым чаем пить их не рекомендуется. В сочетании с лекарствами и травами зеленый чай может вызвать побочные эффекты. При нехватке железа в организме пить чай не рекомендуется раньше, чем через полчаса после еды, чтобы полезные микроэлементы из пищи могли усвоиться.